Может быть вы объясните, что происходит в больнице? Я вам доверяю, уже можем, конечно. Я вам честно скажу сразу, я вчера подала в Мосгорсу. Речь идет о законе нарушения прав моего ребенка, который получает здесь медицинскую помощь по профилю, именно по аллергии. Я не говорю, вы все это слышали, чтобы не повторяться с запятыми, что треклассные контрольки, что деревянные перекрытия, что отсутствие вентиляции, как таковой системы вентиляции в инфекционной больнице, что один туалет ведущий на полэтажа, что нет возможности лежать с пациентом маленьким вместе с родителями. Департамент сделает хороший ремонт, потери кое, но оставит медицинское учреждение. И при этом другое, великолепное, современное, построенное, оно не будет по столу. Строить на месте этой больницы? Не могу вам сказать, я отвечаю на медицинские вопросы. А что здесь будет строиться? Для нас, для медиков, это не очень принципиально. Важно, что здесь больница не должна быть. Существование небольших больниц, 200 коек, это маленькая больница. Изолированных, монопрофильных, это неправильный путь. Такие корпуса должны находиться в составе многопрофильных больниц. Почему нельзя построить на этом месте, построить тоже больницу? Мы же вам говорим, что мы перераспределяем... Мы же это историческая застройка. Почему здесь должна быть гостиница? Это не к нам вопрос. К нам вопрос. Медицинская заставляющая. Я понимаю. Нам очень нужна в городе гостиница. Вы знаете, мы умираем здесь. Я не знаю, что это было. А на самом деле это будет и лидерная застройка, так как у нас помогут. Уже продают эти квартиры, как вам не стыдно.